Если мы говорим вообще о выразительности голоса, особенно непрофессионалы, то в первую очередь вопрос упирается именно в интонации. Если интонационно голос не окрашен, то какая речь у нас на выходе? Как мы себе можем это представить? То есть я себе представляю это как, знаете, море, нету никаких красок. Небо затянуто тучами, оно отражается в море, море серое, абсолютно не покрытое никакой рябью. Вот такая скучная серая гладь. Что нас волнует, когда мы смотрим на море? Что нас привлекает? Что задерживает, удерживает наше внимание? Мы просто сравниваем нашу речь с морской гладью. Что? Мы такую аналогию с вами проводим для того, чтобы как-то сделать для себя определенные выводы. Что восхищает, когда мы смотрим на море? Представьте себе внутренним взглядом своим, как долго мы на это будем смотреть? Скучно. Правильно. Недолго. Точно. Недолго. А в каких случаях мы готовы наблюдать за морем вот буквально таки часами? Сидеть и наблюдать, и наблюдать. Солнце. Солнце. Каким образом влияет солнце? Вот представьте себе закат или восход над морем. Солнце встает потихонечку. При этом блики на воде от солнца, они все время какие-то разнообразные. Даже если абсолютная гладь, да? То есть цветовая гамма этой морской глади, она все время изменчивая. Она разнообразная, да? То есть солнце поднимается и меняется цвет. Нет. А если вдруг еще динамика воды, волны какие-то, мы еще и смотрим за этой волной. Как она набегает, вот эти вот барашки. То есть еще разнообразнее стало. Почему так много маринистов пишут именно вот Альвазовский, да? Девятый вал. Именно штормовое море. Почему есть движение, есть разнообразие? И на это можно смотреть, ну, практически бесконечно. И цветовая гамма разная. И движение, вот эта вот волна, то ряд какая-то, то большая накатила. И это нас и восхищает, и поражает, и приковывает наше внимание. Состояние наше внутреннее меняется. Тут и восторг. Тут и страх определенный какой-то такой, да? Боязнь такая. А если это большая, крупная волна, да? Тут и, в общем-то, целая гамма чувств. А теперь мы это все переносим на речь. Если наша речь вот такая вот скучная, серая, гладкая, то никто ее долго слушать не будет. Даже если мы с вами будем, ну, просто замечательные, хорошие, умные вещи говорить. Даже если мы будем читать интереснейшую книгу, таким, с интересным сюжетом, но вот таким образом, все равно это долго слушать будет невозможно. Что же по аналогии с морем, то есть играет роль, вот, скажем там, изменение цвета, изменение состояния, да? Мы с вами же сказали, цветовая гамма нас привлекает. Что касается движения в речи, то мы об этом с вами поговорим в следующий раз. Это скрытый мотор нашей речи, это скорость, ее темп, а точнее не только темп, но и ритм нашей речи. Это тоже относится к выразительности голоса речевых средств. Что касается цвета и цвета, вот этой вот цветовой гаммы, то скорее это вот относится к интонациям, да? То есть яркость, тусклость. Ну, и мы с вами сказали, изменяется состояние. Естественно, что состояние, это скорее всего можно отнести к эмоциям, к энергетике и к тону нашей речи. Эмоциональность, эмоции, да, очень сильно накладывают печаток на то, каким тоном мы говорим. Вот мы с вами вошли, собственно говоря, сейчас в период, когда мы с вами различные выразительные средства нашего голоса и нашей речи рассматриваем. И, к сожалению, мне приходится такое слово произнести, препарировать. Ну, знаете как, мало уметь что-то делать хорошо самому. Если ты не умеешь разделить то, что ты делаешь, на составные части, и вот эти вот части, собственно говоря, эти ступеньки, и эти этапы передать другим людям, то, наверное, ты плохой педагог. Поэтому я думаю, что вот такая моя страсть раскладывать все на составляющие части, это положительно сказывается на обучении моих участников тренингов, курсов, мастер-классов. Вы как считаете? Это положительное качество. Будем препарировать. Будем раскладывать, расчленять, раскладывать на составные части. Где же, собственно говоря, от чего отталкиваться, как это получается? Угу, будем, будем, да, да, да. Будем. Отлично. 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 Отлично.